вчера я камера вот такая очень сильного света надо чтобы она снимала хорошо даже 3 лампы горят 10-12 ватт 12 ватт светодиодные 25 кажется 21 ватт и вот все равно света мало вчера я разбирал пробовал починить этот блок питания от компьютера 30 350 ватт он автоматически регулирует оборот вентилятор тут стоит у него нашел схему а тут стоит вот термодатчик он регулирует обороты когда нагревается его сопротивление падает видимо и начинает повышать оборот включается вентилятор она минимальных оборотах он 5 вольт на него там так по схеме получается крутится на 5 вольт при повышении температуры он быстрее крутится вот датчика на транзисторах нет вот это транзистор их радиаторов это диодного моста радиатор поэтому диодный мост сильнее всегда греется потому что там где-то один вольт потерь падение напряжения идет это серьезные потери она транзисторов тоже где-то один вольт на тут 230 вольт тут 12 вольт поэтому намного больше потерь чем тут поэтому датчики стоит на радиаторе который на на диодах стоит тут пассивный поверфактор какой трансформатор теперь уже не делает старый теперь либо совсем не делает поверфактор коррекшен либо пфц либо делает на активном поверфактор коррекшен вот та проблема его была в том что что на эту микросхему от 2 2005 бы не поступало напряжение 5 вольт и я потом искал причину чего не поступает там по схемке есть генератор такой автогенератор вот это трансформатор автогенератора потом идет диод его и тут в 5 вольт уже должно получиться вот это минус вот тут минус минус везде минус если не ошибаюсь или только вот этот вот минус этот и этот минус это уже не тут минус вот эта сторона низковольтная это высоковольт и вот между минусами и диодом должно быть 5 вольт а 5 вольт нету я смотрел этот автогенератор он не работает автогенератор тут на вот на этом транзисторе работает и на маленьком транзисторе маленький тоже какой-то странный там с 5080 80 50 он как бы под атошит у базы не совпадает но его по-другому базы стоит вот проблема что не работает этот автогенератор и поэтому я пока проверял его вчера то замкнул вот эти там контакта хотел посмотреть или генерации если там транзистор и там щелкнул что-то и он перегорел транзистор но я думаю наверное не буду возиться там какой-то очень несложный этот автогенератор лучше возьмем возьмем 5 вольт вот у меня есть много всяких блоков питания этот вот кажется попорчен тоже это тоже попорчен и их почему может из него съемку выберу и там то тоже автогенератор очень простая съемка намного проще чем от может там правда этих 5 вольт будет слишком слабый ток мы посмотрю почему такой вот странно почему такой большой транзистор этого автогенератора поставили всего только 5 вольт для микросхемы для микросхемы но и что питаю управлять но вот этим вот маленьким видимо трансформатором чтобы эти через трансформаторы эти и полярные транзисторы то есть эти вот эти два там вероятно на управление много энергии надо поэтому такой вот достаточно сильный ключ а тут может не хватит 5 ватт может быть на управление ну поищу может не быть посильнее который вот тут максимально 8 миллиампер пишет тут и даже 5 ватт не будет вот этот может быть тут вообще 550 миллиампер пишет тоже 500 миллиампер 5 2 вольт посмотрю может хватит этих 500 миллиампер вот на 15 ножки на седьмой должно быть 50 от этого вот автогенератора который конвертирует 220 в 5 вольт диодный мозг то есть диод один выпрямляет фильтрует конденсатор дроссель потом опять конденсатор поверфактор вот тут стою такая простая съемка сколько знаю этот поверфактор кажется на 450 килогерц резонанс его ставит не знаю почему так пассивный поверфактор но если не будет работать и и когда тут подаст 5 вольт и все равно то может еще что-то сгорело на на детали размеру тогда когда тут коротнул там чтобы еще что-то не сгорело но вчера вот этот транзистор там хотел на нем чистоту замерить видимо что-то не там подкарапнул подцепил вот такой у меня есть блок питания для 5 вольт и потребляет на холостом ходу 0,4 ватта оверфактор 100% ну вот я сейчас разобрал вот один такой питание я читал что проблема чаще всего в проводах тут бывает вот этот конденсатор что нужно заменить может он уже и рабочий только тут просто вот где-то кровь отоборванная с чего-то будет оплачивать что не вижу никаких таких особых повредителей вот платка простая трансформатор один трансформатор тут одна обмотка сетевая другая обратная связь какая-то из них сетевая какая-то обратная потом это выходная обмотка трансформатор диод один стоит электролечительский конденсатор тут вот еще резистор и светодиод для индикации тут вот еще всякие диоды один и другой диод может быть стабилитрон чтобы у него как бы угром нестабилизировалась напряжение выяснилось в чем проблема у этой платки оказывается транзистор пробит он показывает под горотя там две ножки вот транзистор это там написано в нем 3-0-0-0-1 вот тут такой вот ее откажется нет 1-3-0-0-1 ну наверное приблизительно такие самые можно вот этот заменить наверное заменил транзистор оказывается вот такой самый транзистор просто там единички ручной скачировалась она там слабо видно вот первый раз запускать чип запускается 60 ватт я вижу такое устройство есть которое специально будет в целом каждый раз накрепить лампу никак не быстро ее держать подкреплять просто вот так сунуть вот так более безопасно и легче не в а все это я это не ли не ли 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 Этот резистор похож за 10 Ом, а он тут показывает мегалом, он видимо пробит. Если они почернешь, то никак не ближе. И тут вот странно, я поставил вот так транзистор, как и тот стоял. Но тут вот на плате нарисовано, что он наоборот должен стоять. Я когда меряю базу, я по всему база вот эта. Тут есть падение напряжения, тут между этими, этими, этими. Вот это база получается, но тут получается минус. Он должен быть наоборот перевернут. Но тут, как самым, чем всякий питомник тоже. Транзистори одинаковые у меня есть. А база у них и разная. То есть, производители не договорились, что было бы что-то одинаковое. Получается, как бы одинаковые базы у них в разных местах. Так и тут, видимо, нужно теперь его выпаять и перевернуть. Потому что вроде бы. А так тот поставил. А так он не будет работать. Там, судя по маркировке, даже было не 10, а 100. Вот я примерно поставил тоже 100. Чёрный, значит, что 100 он. Вот этот первый погрешный. Чёрный, значит, 100 он. Потом какой-то серый, не знаю, что там. И вот коричневый, значит, 1. То есть, значит, 100. Красный, значит, 2. Оранжевый, 3. Жёлтый, наверное, 4. Зелёный, 5. Потом какой-то фиолетовый, 6, кажется. Как-то. Синий, 7. Обычно это 10 он стоять, по-моему, должен. А вот тут вот 20 он вроде. Тут вот 10 он стоит. Так, может, всё-таки не там я его поставил. Вот эти идёт через резистор и идёт на плюс конденсатор. А вот минус идёт. А вот минус идёт. А вот минус идёт. Потом идёт. Вот идёт. И на... Странно так вот тут. А ну да, через диоды на плюс идёт. Этот диод, значит, как бы не при делах. Другой... Другой что-то делает. Транно. Может, там так и должно быть. Может, там не сто вам остальный галлонд. Оно... Может, это совсем не сто вам не оказалось. вот первый вроде бы золотой говорит погрешность потом черный 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 второй черный нолик и потом коричневый вроде бы 100 Ом, что там такое дело, наверно посмотрю подробно, вот уже работал, когда поставил 100 Ом, резистор заменял и транзисторы поменял местами как оказалось, что Ом, резистор он был нужен, чтоб он ограничивает, он стоит в вимитере транзистора, он от минуса идет к через резистор к эмитеру и он таким образом ограничивает видимо или от короткого замыкания или от чего, чтоб транзистор не сгорел может мощность как бы ограничивает выходную, можно там думаю 10 Ом поставить, чтоб лучше работало, то есть чтоб мощнее было но устройство меньше потерь было, вот холостой ход 0,6 ватт, поверфакторы 100% показали на самом деле это может не 100 просто измерить не может, такой малую мощность при такой малой мощности не могу держаться, скажу какое напряжение 5,2 вольта, 5,27 то что надо все таки не хватает ему энергии, слабый этот образователь он не может остаться только, видимо не зря тут такой транзистор и стоит для управления тут много энергии визимонат может если вместо стом поставить здесь каких-то 10 в тём тогда может хватит энергии заработать вот в чем причина этот диод оказывается пробит поэтому поэтому не хватает энергии я даже вот стабилизатор напряжения поставил от мощного блока питания запитал все равно не хватает энергии стабилизатор очень греется поэтому я зря там все проверял тут все было рабочее просто этот диод был пробит там ничего не надо было мне чинить вероятно если вот этот транзистор теперь заменить он снова заработает и не понадобится никаких блоков питания вот покажу что он пробит этот диод отставлю на диоды измерение потом мерю вот падение напряжения 0,03 вольта должно быть где-то если шутки диод от 150 до где-то до 600 милливольт диод 1М 58 44 это похоже шутки какой-то вот я поставил ER508 или ER300 ER508 вот к этому диоды ножки припаял вот к этому диоды ножки припаял так он лучше охлаждаться мне так удобно паять потом там если что заменить его или удобнее так отпаять припаять чем каждый раз там впаивать его красиво вот подключил этот облачок и теперь он подставляет 1,5 ватт поверха 65 все работает пока правда не знаю или есть генерация на этой микросхеме там нужно еще посмотреть на то что это посмотреть на каких ножках должна быть генерация кажется на 9 на 10 все на это и на это и на это я вчера так много возился пока тут искал причину оказывается наверно только диод нужно было заметить хотя может я когда там коротнуло и перегорел но это вряд ли верит я его даже не проверял наверно потому что думал что такой здоровый диод не может перегореть на входе микросхемы 4,7 вольта на 9 и 10 ножки где генерация должна быть 2,2 вольта что-то не работает вот похоже микросхема пробита между плюсами минусом 58 сопротивление микросхемы то есть между 7 ножкой и 15 и вот тут между выводами тоже нет низкое сопротивление что-то там 200 ом 100 ом где-то вот этот транзистор вроде бы пробит еще попорчу уверил транзистор этот ВПИ вот в общем транзистор не пробит нормальный но микросхема похоже пробита а я посмотрел магазин где ее купить нигде не продается может разве что на алиэкспресс но алиэкспресс навалом таких микросхем продается 1,2 евро даже теперь акции 1,22 евро а еще доставку нужно смотреть бесплатную доставку ну так что может попробовать стоит починить его так что закасать закасать микросхему и посмотреть что будет а ее сперва надо выпаять посмотри действительно пробитая может где-то дорожки там пробит пробит хотя вряд ли он уже много пыли имеет видимо какой-то старинный по старой технологии тут его не супер высокий наверное поэтому особо тоже можно и не трудиться просто на детали разобрать хотя мне те детали тоже не особо надо полевые транзисторы я их не использую то есть пополярные полевые использую конденсаторы можно взять у меня тоже много есть мне их не надо трансформаторы у меня тоже есть трансформаторы тем более такой маленький мне нигде он не нужен радиаторы тоже такие достаточно маленькие мне не нужны дроссели ну что есть у меня эти дросили диоды шутки тут и не только шутки у меня тут тоже есть всяких диодов таких повытаскиванных из разных блоков питания дроссели тоже этим очень не нужны но вот этот может где-то бы и нашел применить но так особо не нужно тут пока его потом сматывать перематывать еще много тоже времени не достает выпаивать провода их тоже есть не супер толстые чтобы они были бы толстые они бы хорошо подошли так вот обычные провода у меня таких есть много это тоже особо не нужно поэтому починить наверное его стоит попробовать и конденсаторы есть но их там выпаивать тоже времени занимает и дымом дышит и у меня есть их там особо мне не нужны сколько этого богатства есть сколько этого богатства есть всякие трансформаторы нет ничего нет ни Продолжение следует... Вот еще один есть. Знает уже, кажется, сгоревший. Вон там еще всякие плоды. В мешках еще дроссели всякие. Феррит. Вот провода. Феррит. 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 Тут всякие. Всякие алюминиевые. Феррит. 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 На 10 Ом. И всего где-то 60 Ом получается. Так что не вижу. Вот этот 50 Ом резистор между конденсатором стоит. Это видимо чтоб не было никаких помех. Для этого поставим. Зря я выпаивал. Тут почитал пишет что я так понял что она как бы при включение она на момент генерацию дает а потом она прекращает генерировать потому что вот тут нет напряжения она воспринимает это как короткое замыкание поэтому нет никакой генерации хотя чего 2 вольта выдает могла бы 0 тогда вольт выдавать есть как там пишут я вот обратно вставил микросхему только теперь уже через это чтоб ее легче было вытаскивать и там пишут что нужно подать 5 вольт на микросхему и закоротить одиннадцатую ножку микросхему на минус и она должна на короткое время дать генерации и она так все и происходит когда я вот тринадцатую ножку закорачиваю на минус она начинает появляется на стилографе смотрю наверно зря я тут выпаивал ее возможно все тут уже работает только осталось подключить питание вот я уже проверил через лампу пока питается я подключил его через лампу и закоротил черный и зеленый вот этой проволокой это сигнал как бы зеленый его нужно на черный на черный любой черный это минус и закоротил тогда потребление становилось 8 ватт видимо начинал работать напряжение или есть на выходе так и не проверил потому что неудобно тут мыло мерить вот тут может проверил выпустил 5 вольт между красным и черным замеряю 5 вольт блок питания вроде бы работает нормально теперь потребление вот 7 ватт но это через лампу поэтому может так ну может и нормально это а между черным и желтым наверно будет что-то дымом запахло или мне показалось может паяльник все холодное но сперва нужно включить блок питания потом закоротить если сразу стоит перемычка тогда он не срабатывает не запускается ну а тут 12 и 14 вольт между черными и желтым я думаю наоборот между красным и черным будет 12 вольт почему потому что красный как бы более опасный думаю более высокое напряжение а тут более низкое тут 5 вольт будет и вот на оранжевых наверно 3 вольта вот на этом вот таком фиолетовым тут наверно минус 12 вольт а вот на синим вот этом минус 5 вольт или что-то такое или может наоборот на оранжевом как я и говорил 3,4 вольта вот 3,3 вольта должно быть что 3,4 вольта так что вольт похоже что тут очень была простая подщеченька просто я тут очень сильно очень сильно тут спарился как бы трудился зря но нет худа без добра зато разобрался как тут работать но осталось представить вот этот транзистор который выпаял тут он регулирует обороты вентилятор без него вентилятор не будет работать только еще как бы что-то начинает какой-то дым появляется вроде бы если долго оставляю не знаю что там такое может дыметь стабилизатор смотрел не греется значит как бы потребляет немного тут он может там всякая пыль там какой-нибудь резистор можно и чтоб его починить видимо было достаточно только поменять этот диод и все бы заработало а тут я и этот транзистор спешил и тут микросхему на PL но потом в PL может теперь еще там вдруг какой-то контакт не контактен с этой подставкой но вроде бы контактен что так просто все решалось нужно было подкодиод заменить видимо хотя тут диод там шуткий диод я посмотрел на 3 ампера и 40 вольт а тут поставил высоковольт но у него большое падение напряжения будет надеюсь он греться не будет можно вообще его можно не ставить я тут же подаю все равно вот тут его питание с чем он тут нужен все равно тут никакой генерации нет какие-то аптопара она тоже нужна она чтоб чтоб как бы стабилизировать 5 вольт напряжение для микросхемы от автогенератора так тут теперь буду подавать много питания от этого видимо 5 вольт поэтому там никакого не надо стабилизации только нужно как-то эту платку умудриться тоже запихнуть в этот корпус потом там вроде бы места много будет наверное не составит проблем ее запихнуть мне не очень нравится что-то так примитивно все работает лучше было бы может через стабилизатор напряжение от какой-то другой где повыше напряжение выдает платки запитать а то вдруг она от побольше напряжения еще сгорит мне кажется или когда запитал от этого блока питания на выходе стало повыше напряжение и она как-то стала плавать может она как бы от того 5 вольт как-то отталкивается и от него пляшет какое там напряжение такое и тут может все таки нужно тут стабилизатор напряжения поставить тут может плавать немножко тут вообще тут было 13 вольт при старте но когда мерил на 13 вольтовой на 13 вольтовом проводе не повредит хотя мне кажется там например в видеокарте там все равно 12 вольт превращается в 1 вольт 1,3 вольт поэтому там без разницы не 13 или 12 но может какие то есть там компоненты которым нужно очень четко 12 хотя мне кажется в ряд в общем можно это питание в этот мой компьютер старый поставить если он там что-то изгорит не страшно вот подключил вентилятор вентилятор что-то не работает и слышен какой-то запах да вот чай что-то может пахнуть вроде бы ничего не греется вроде бы ничего не греется вентилятор интересный не не работает может когда он начнет работать а тут провод оборвался видимо может я когда-то его обрывал чтоб он не гудел а видимо это я вот тут его экспериментировал раньше вот заработал вентилятор вентилятор и по мере нагрева он должен потом быстрее крутится теперь он очень тихо крутится тут его контакт сделаю и он заработал вот подключил хоть какую-то нагрузку на 5 вольт 12 вольтовую лампочку к 5 вольтам подключил вот сетевая лампа уже загорелась уже 41 ватт показывали которая в сети вентилятор сетевая лампочка вентилятор и вентилятор не пугал и вентилятор сетевая лампочка не пугал вот я сомневаюсь может эти два винтика тут и не вкручивать потому что не особо это важно потом потом снова если что выкручивать вот вроде не работает все от одной розетки 11 ватт потребляет там что-то вроде бы смердело оставлю на дольшее время посмотрю или не будет никаких дымков и тут наверно пыл с мокрой бумажечкой нужно почистить достаточки ждем на пути достаточки вытащем в т потом этот обеизолировать, вот этой белой изолентой она температурой пишет, писал и сдержит термоустойкой, прикрутить вот этот power factor и отпустим 2 минуты и вроде бы ничего не смердит, нормально вот такой тряпочкой вытер обошлось бы нечаянно тут пыль попал, пробовал вытерть и еще больше размазал так наверно будет, хотя лучше бы в этот вот там бы залез возле радиатора, очень хорошо и тут можно было бы после переключателя я прямо вот на вход она думает, может не особо критично переделывать наверное не буду еще такая доработка изолента сделала, чтобы вот этот синий провод нечаянно там не коснулся он даже если коснулся бы ничего страшного не было, но вдруг там какая-то молния или что там импульс пробьет эту изоляцию, потому что тут тоненькая изоляция, низковольтный провод по идее этот минус должен быть заземлен, а тогда бы если бы и пробило в землю все ушло но у меня тут все розетки без заземления я смотрю как он тянет на плоску 12 вольт 55 ватт без лампы, потому что с лампой он вообще-то срабатывает есть то что есть и с что мы это и е это Вот, горит лампа, работает всё, 83 ватта потребляет, 55 ватт лампа горит или 60 ватт, попадает где-то 80%, 80 ватт, это достаточно хороший повер-фактор, близок к сту, потому что там повер-фактор корректор есть, вот трансформатор, можно так протестировать, но некоторое время оставить, посмотрите, не перегорит, ничего. Вот так шумит не очень сильно. Да, какой-то дым слышен. Я крышку ещё не перекрутил. Вероятно, это пыль дымит. Пыль дымит. Пыль дымит. Пыль дымит. Пыль дымит. Пыль дымит. Вероятно эта лампа и дымит. Уж тут блока питания не чувствую, дыма от лампы чувствую. Сети потребляет 82 ватта, а в мой компьютере сети при холостом ходе где-то потребляет 130 ватт, 15 ватт, в зависимости как я там настрою его. Можно смесить напряжение на процессе. Вот этот компьютер тоже, где-то 130 ватт, скажется, или 100 ватт, около того потребляет. Ну там жёсткий диск потребляет, 5-10 ватт. И процессоры, у него ТПД 65 ватт, нет, 130 ватт. Он же на 130 ватт не работает постоянно, он где-то так. На 30, на 60 ватт без нагрузки не работает. А если, когда я там снизил напряжение на протессор, так он полностью нагружен, и потреблял компьютер 180 ватт. И тут он, этот блок питания на 350 ватт, но скоро он не будет потреблять, как теперь, 350 ватт. 350 ватт. Там ещё память потребляет всякие мосты. Морвибридио, салтбридио. Южный мост, северный мост. Там не звуковая плата, но там в основном как это процессор. А рам там потребляет несколько. Потому что на процессоре есть вентилятор, но на других там достаточно и радиаторов. То даже нигде больше радиаторов нет. Только на процессоре радиатор. А на новых платах я смотрю, там есть на всяких помещениях. На всяких салтбридях. А тут маленький. А тут маленький блок питания, кажется, на 180 или на 200 ватт. И его хватает. Ну, он тоже тихий, но и так тихий. Какой из них громче? Посмотрим, я посмотрю, его поставлю. Тут уже до 82 ватт. Ну, когда шутки диоды нагреваются, их может подземное напряжение немножко меньше. Не шутки, а быть медиа. И тогда, может, немножко КПД повышается. Потому что подземное напряжение становится меньше. Вот на транзисторах, если ток потребления 5 ампер, это умножить на 220 вольт, получится 1 кВт и всего 5 ватт мощности. И где-то падение напряжения на транзисторах. Округлив грубо 1 вольт. Так 5 умножить на 1 вольт, это получается 5 ватт потерь. Ну, там, наверное, на путь переключения еще несколько потерь. На полевых может меньше, на переключения было бы. Там биполярные, у них больше на переключения идут. Ну, это вот 5 мощностей, грубо говоря. Даже если 2 вольта падения напряжения, будет все равно 10 ватт потерь. А вот на 12 вольт, их там тоже где-то. Там может 0,8 вольт или нет, 1. Вольт падения напряжения. И 8 вольт, ну, то есть 1 вольт умножить на... И это нужно 12 вольт умножить на... На каких 20 ватт? Это чтобы было 240 ватт. То есть на 20 ампер. Так, 20 ампер умножить на 1 вольт, получается уже потерь. Получается 20 ватт уже потерь. И это при 240 ватт мощности. Даже если допустить, что не 1 вольт падения, хотя там 1 может и больше, а 0,5 ватт, так все равно 10 ватт при 240 ватт мощности. А там при киловатте 5-10 ватт потерь на транзисторов. Вот поэтому и не ставят диодные мосты на выходе, потому что очень большие потери будут, если будут диодные мосты. Будет тогда не 1 вольт потеря, 2 вольта. 2 умножить на 20 будет 40 ватт потерь. А когда высокое напряжение, тогда можно поставить диодные мосты и ставить там до диодных мосты. И тогда выгодно там уже 2 вольта, не страшно. Там 200 вольт умножить на 2 ампера. То есть 2 ампера умножить на 2 вольта, 4 ватта всего мы потеряем. Вот он уже так долго работает. Наверное, таких 20 минут. Окей. Окей. 2 вольта маловато. Надеюсь, это не помешает. Может это так и должно быть. На 5 вольтовый. 5,35. Ну тут, видимо, больше потому, что нагружена это 12 вольт часть, а 5 вольт часть не нагружена, и потому тут как бы слишком высокое напряжение, а тут слишком мало напряжение. Вот, наверное, такая особенность таких блоков питания. Вот, как оказалось, что у него не хватает похожих контактов, поэтому компьютер не запускает с ним. Похоже, это очень старый блок питания. Все-таки не хочет компьютер с ним работать. Там контактов каких-то блоков питания, чтобы не включать. Может быть, когда я переделал там автогенераторы, где был он, с опозданием как-то там включался. И компьютер как бы на время подавал, а теперь может как-то воспринимается, что короткое замыкание или что. И, это очень важно. Продолжение следует...